Здравствуйте! В эфире программа «Рамки закона» в студии ведущий Алексей Круглин и наш постоянный гость, эксперт-адвокат Валерий Стадник. Здравствуйте, Валерий! Здравствуйте, Алексей! Тема сегодняшнего разговора – это коронавирусная инфекция. Мы видим, что она набирает обороты, распространяется коронавирус очень быстро, появляются новые штаммы. И мы решили напомнить нашим телезрителям о том, какие правовые последствия повлекла за собой пандемия. Итак, Валерий, первый вопрос, на что стоит обратить нашим телезрителям внимание. Все мы прекрасно понимаем, что коронавирусная инфекция, к сожалению, продолжает распространяться, вводятся определенные ограничения, вводятся QR-коды. И вот сразу же вопрос по QR-кодам. Многие, к сожалению, жители нашей страны, да и не только нашей страны, реагируют на такого рода ограничения не совсем правильно, не совсем адекватно. Имеются случаи, когда после требования QR-кода, предъявления QR-кода в отношении различных должностных лиц, будь то кондуктор, будь то какой-нибудь охранник в торговом центре, применяется физическая сила, применяются даже различного рода газовые баллоны, ножи и все что угодно. Итак, давайте разберем введение вот этих QR-кодов. Насколько соответствует это требование закона? Ну, раз они введены, они введены на уровне у нас субъектов федерации, они введены на уровне государственном, так скажем. Поэтому в данном случае оспаривать их законность, либо незаконность введения данных QR-кодов, данных, так скажем, идентификационных знаков, это можно, скажем так, каждый может обратиться в частном порядке оспаривать, это могут обратиться общественные организации, правозащитные организации, либо у нас есть депутаты, которые могут обратиться и оспорить данный нормативный акт. Но с учетом того, что он имеется, да, этот нормативный акт, с учетом того, что у нас такие требования установлены граждан, мы их обязаны исполнять. То есть наша обязанность исполнять. Исполнил, а то можешь обжаловать. Но ни в коем случае не обжаловать и не оспаривать в момент их проверки и в момент предъявления требований. Прорываться с боем нельзя, например, в помещении общепита, либо торгового центра, если мы говорим про Бурманскую область? Нет, Алексей, здесь же ситуация очень проста и очень понятна. Дело в том, что сами торговые центры, администрация торговых центров, всех магазинов, кафетериев, ресторанов, кафе, они поставлены в рамки. Здесь нужно понимать, не надо ставить себя в какой-то противовес, это такие же граждане, как мы, они точно так же хотят работать, они точно так же хотят зарабатывать свои деньги, это источник их существования, это честно заработанные деньги, из которых они платят налоги, из которых содержится у нас и правоохранительная система, и весь государственный аппарат. Поэтому это такие же граждане, как мы с вами, и они обязаны проверять эти коды на входах в торговые центры, на входах в магазины, рестораны, кафе, я еще раз повторюсь, и это их обязанность. В случае, если они будут проверять, они будут подвергнуты наказанию, установлена административная ответственность. А с учетом того, что это не физические лица, как правило, а юридические, там ответственность многократно выше. Мы же знаем, что у нас физическое лицо за отсутствие маски, положенное на территории торгового центра, ресторан, может быть оштрафовано от 1000 до 30, то для юридических лиц это в десятки раз штраф выше. Вы представляете, это сразу, можно сказать, месяц будет заведение работать в убыток себе, если хоть один-два раза будут привлечены к ответственности к такой. Поэтому в данном случае я считаю, что надо с пониманием относиться, нужно с пониманием относиться к введению к данному. Поэтому государство таким образом обезопасит, решило своих граждан, обезопасить себя, я имею в виду в каком смысле, что больницы, чтобы не были перегружены, чтобы нагрузка. У нас и так на медицинских работников сумасшедшая нагрузка. У нас выгорание идет постоянно, мы слышим о том, что медицинские работники выгорают. У нас закрываются лечебные какие-то отделения. Ни для кого не секрет, что у нас были закрыты отделения специализированные, где лечили кардиобольных, онкология частично. Офтальмология и другие специализированные были закрыты, и в этот момент у нас граждане не получали лечения. Так это как раз все взаимосвязано. Чем быстрее пройдем эту пандемию, чем быстрее у нас спадет заболеваемость, тем быстрее откроются эти отделения, тем быстрее граждане будут получать специализированную необходимую им помощь. Поэтому в данном случае, конечно, хотелось бы сказать, что ни в коем случае не вступать в конфликт и ни в коем случае не оспаривать, потому что в данном случае эти требования законны. И если вы хотите оспаривать, то оспаривайте нормативный акт. Ваше мнение, как юрист, в законном введении введены QR-коды и другие ограничения, связанные с распространением коронавирусной инфекции? В настоящий момент этот нормативный акт никем не оспорен. Я так понимаю, он вступил в действия, прокуратура никаких протестов не приносила. В частном порядке, я так понимаю, у нас пока нет таких прецедентов судебных, поэтому в данном случае я считаю, что вполне законно такие требования установлены. Нравятся они, не нравятся, это другой вопрос. Но в настоящий момент у нас есть порядок обжалования таких актов. Будьте любезны, обращайтесь и обжалуйте. — Понятно. Следующий вопрос, который я хотел вам задать, он вытекает из первого вопроса, связанного с введением QR-кодов. Вот наши люди, они же как поступают? Если стоит какая-то гора, ну перед входом, грубо говоря, в торговый центр, то ее пытаются обойти. Ну и многие идут на такой шаг, как покупка, приобретение вот этих вот QR-кодов, может быть, не совсем законным путем. С точки зрения законного пути я говорю о чем? О том, что фактически человек, например, не делал прививку, не вакцинировался и все-таки получает этот QR-код, якобы о том, что он был вакцинирован. Так вот, скажите, пожалуйста, это подлежит уголовной ответственности действия человека, если он получает таким образом этот сертификат и в дальнейшем его предъявляет, использует для каких-то своих целей? — Алексей, здесь хотел бы сказать, конечно, получение такого документа, это уже, значит, у нас незаконный действие. Потому что законно — это прийти в медицинское учреждение, обратиться за помощью, обратиться, получить этот препарат, быть привитым и получить документы. Какие-то, значит, другие способы получения, они уже незаконны, потому что это за рамками того регламента, того порядка, который у нас существует в стране. Далее, ответственность. Конечно же, ответственность предусмотрена. В том числе, в первую очередь, она предусмотрена для тех лиц, которые выдают данные, значит, QR-коды, значит, я не знаю, каким способом, подделки, внесения в единую базу, иными способами. Но и хотелось бы все-таки указать о том, что этот способ, он не только противозаконный, но и он очень опасный для тех, кто его использует. Помимо ответственности административной либо уголовной, такие действия большой риск несут для, собственно, самого пользователя. В данном случае хотелось бы указать о том, что есть такое высказывание одного одесского врача о том, что больной его медицинская карта, это совершенно разные вещи. Так вот, в данном случае здесь у нас и получается, что человек, который имеет поддельный код, и, значит, человек, у которого есть его медицинская карта настоящая, это будут две разные вещи. Вы же понимаете, что лечение в случае заболевания такого человека должно проходить по одному сценарию в случае наличия прививки, и по другому сценарию при ее отсутствии. И в случае, если врач получит ошибочную информацию или заведомо ложные сведения о наличии данного гражданина прививки и неправильно назначить лечение, соответственно, то результат на выходе у нас может быть совершенно отрицательный. И опять же, мы ставим под угрозу деятельность врача и результат его деятельности, и жизнь самого гражданина. Поэтому это ни в коем случае недопустимо. И в данном случае у нас не только угроза жизни самому гражданину, но и опять же мы ставим под угрозу жизнь, здоровье врача, который будет оказывать помощь в случае заболевания, и исход лечения. Ну, конечно. То есть оно одно за другим цепляется, потому что, получается, тактика лечения будет зависеть от того, привить, не привить человека, как себя вести, какие препараты назначать, может быть, даже так. Да, это верное замечание, но все-таки будет сидеть в тюрьме тот человек, который либо использует, либо изготавливает, а может и использует, и изготавливает эти отдельные цепочки. А в случае наступления тяжких последствий, конечно, в случае наступления тяжких последствий, значит, и будет установлена причина-следственная связь между действиями одного лица, либо бездействием другого лица. В последнее время в средствах массовой информации часто мелькает сведение о том, что многие заведения общепита, либо другие какие-то заведения, работают с нарушением ограничений, которые предусмотрены в связи с пандемией, вызванной коронавирусной инфекцией. Так вот, сразу возникает вопрос, вот эти нарушения, которые допускаются, они влекут закрытие заведения, либо штраф, либо к чему приводят такого рода противоправные действия заведения? Ну, конечно, в первую очередь это привлечение к административной ответственности, и там ответственность мы смотрим в виде наложения административного штрафа. В случае неоднократности, в случае, значит, повторности, либо каких-то злостных, может быть, допущенных нарушений, может у нас это учреждение быть, значит, в виде запрета деятельности на определенный слог. То есть, это может оказаться критически для любого заведения, это может последовать, то есть, дальнейший банкротство, потому что 90 суток платить заработную плату работникам, которых невозможно уволить ни по их вине, да, там закрылось учреждение, нести какие-то расходы, содержать. И в данном случае, конечно, без выручки, без получения дохода, это будет критически, это станет фатальным. Поэтому я почему говорю, что нужно отнестись с пониманием, когда на входе в такие, значит, рестораны, кафе требуют предъявить QR-код, потому что нужно с уважением друг к другу относиться. Вот эти вот заведения, понятно, подлежат административной ответственности, а возможно ли в случае наступления уголовной ответственности в отношении должностных лиц, которые работают в этих учреждениях, которые допускают нарушение санитарных норм и правил, а в данном случае здесь именно нарушение санитарных норм и правил, потому что это связано с предотвращением распространения заболевания среди широкого круга лиц. Да, конечно, у нас может быть прилечено юридическое лицо, может быть прилечено должностное лицо данного, значит, юридического лица, то есть это, как правило, исполнительный орган в виде генерального директора, директора, либо руководитель, там, как его назовут, там, по уставу, как он у нас называется. Поэтому в данном случае и может быть налагаться ответственность у нас как на юридическое лицо и одновременно может быть наложена ответственность на руководителя. При этом одно другому не мешает, то есть у нас в данном случае закон не исключает такое, поэтому здесь вот очень, конечно, и штрафы большие, и ответственность большая. Поэтому, да, а в случае наступления тяжких последствий, как я всегда говорю, то есть если такими действиями, либо бездействиями должностных лиц или юридического лица это причинило вред правам и интересам других граждан, да, заражение, может быть, работники у нас были допущены к работе, которые либо не прошли вакцинацию, либо не сдали тест на наличие ковид, либо не исполняя требования санитарных норм правил в виде перчаток, масок, и выяснилось, что там заразились какие-то посетители, и это повлекло наступление тяжких последствий для здоровья этих посетителей, конечно, могут быть привлечены к ответственности более тяжко, потому что здесь уже более тяжкие последствия наступают. Здесь не предупредительно, здесь уже фактически наказание за содеянное будет. Итак, уважаемые телезрители, мы видим, что законодательство в сфере противодействия распространению коронавирусной инфекции, оно очень жесткое. Видим две стороны, когда одни, одна сторона, простые граждане, потребители вынуждены и обязаны соблюдать требования в виде получения, легального получения QR-кодов путем вакцинации, и видим другую сторону, что заведения общепита и другие учреждения, на которых также распространяются ограничения в связи с коронавирусной инфекцией, обязаны требовать это. Так вот, Валерий в своем выступлении сказал очень правильные слова. Будьте друг к другу уважительны и всегда понимайте, что это требование времени, это требование нормативных правовых актов, и оно направлено не для того, чтобы каким-то образом ущемить чьи-то права. Оно направлено прежде всего для того, чтобы защитить простых граждан, вас, уважаемые телезрители. Итак, Валерий, следующий вопрос, который также идет у нас, все касается распространения коронавирусной инфекцией, борьбы с коронавирусной инфекцией, и он уже более узкий. Есть ряд предприятий, и вы чуть-чуть его затронули, кстати, в предыдущем ответе на вопрос. Есть ряд предприятий, где введены обязательные требования по вакцинации персонала. Есть предприятия, где требования составляют, например, 80% от численности персонала. Каково должно быть поведение работника и работодателя в этом случае? Как себя должен вести работодатель для начала? Здесь, Алексей, я всегда исхожу из того, что нужно искать какую-то разумную середину, разумную договоренность иметь между работниками и предприятием. В первую очередь, руководитель предприятия должен принять к этому меру, потому что это более образованное лицо, более грамотное, более дипломатичное, и оно, в первую очередь, заинтересовано в стабильной работе предприятия, потому что обострять ситуацию в трудовом коллективе, это всегда не в интересах руководителя. Падает производительность и, возможно, вообще парализация действий. Мы видели недавно, да, у нас в СМИ прошла информация о том, что там одни из работников предприятия были недопущены к работе. Ну, я думаю, что, наверное, конечно же, это недопустимо. По уважительной причине люди были не вакцинированы, потому что мы знаем, что большая очередь на запись. У нас были сбои в госуслугах. Мы все страдали от этого, потому что не открывался QR-код, не открывался кабинет, потому что большой объем информации не выдерживает техника этого объема информации. Представьте, если бы мы в бумажном виде справки носили, ну, это было бы вообще просто невыносимо работать, проверять каждую справку на подделку или еще на что-то. Поэтому QR-код – это, наверное, такой самый оптимальный вариант в настоящий момент предъявления информации о себе, то есть, как бы, где не надо в бумажном виде носить, все мы имеем телефоны, как бы, поэтому, наверное, это самый разумный способ. Поэтому искать какое-то разумное, все-таки, если есть требования, какого-то процента можно договариваться, выходить, составлять график, потому что я знаю, что многие предприятия, когда не успевали вакцинировать работников, они предъявляли Роспотребнадзор и в надзорные органы график проведения вакцинации, согласовывали с местными органами здравоохранения, те, в свою очередь, должны были обеспечить медицинских работников, обеспечить проведение этих прививок и выдачу документов. Поэтому я думаю, что здесь, наверное, конечно, нужно разумно, как я всегда говорю, выходить из этой ситуации достойно и договариваться. И эти вопросы, конечно, они лежат больше на руководителя, потому что только руководитель, я думаю, что может все эти вопросы решить, он должен все это организовать, и это лежит ответственно на нем. Как всегда говорят, командир должен обуть, одеть, научить, а потом уже требовать что-то со своих, так скажем, бойцов. Так и здесь. Руководитель должен заботиться о своих работниках, он должен обеспечить им не только условия труда, то есть достойные и безопасные, но в том числе и обеспечить им как раз проведение прививок и получение документов. Как вы думаете, материальное стимулирование, либо, может быть, предоставление дополнительных дней у отпуска, эффективная мера в этом? И насколько она соответствует требованиям времени, закона? Ну, а требованиям она соответствует, потому что мы знаем, да, что у нас есть граждане сознательные, значит, это очень достойные, уважаемые люди, которые, значит, являются донорами крови, значит, и других частей, значит, составных. Им же предоставляют дни, да, то есть для восстановления организма, для отдыха, поэтому в данном случае приивка всеми переносится по-разному, поэтому, конечно, им необходимо давать дополнительные дни, потому что для чего? Для того, чтобы, во-первых, человек не заболел, его ослабленный организм, да, там не вышел на работу, потому что у нас у всех разная работа, у кого-то она может быть связана с большим скоплением людей, в замкнутом пространстве, где невозможно проверить помещение, может быть, тяжелый физический труд, поэтому, конечно, нужно работникам давать, может быть, не два, может быть, и пять дней давать, но, опять же, это все должно быть индивидуально и настроено именно на конечный результат, то есть конечный результат какой-то, нормальный здоровый коллектив, нормально организованная работа, поэтому каждый работодатель должен сам оценивать эти риски и сам составлять, скажем так, план своих действий, потому что мы знаем, у нас даже нормы питания, да, то есть при СССР были расписаны для государственных служащих, для рабочих, для шахтеров, для моряков, то есть все расписывали диетологи, потому что каждая профессия, каждое условие труда требует даже определенное количество калорий. – Хорошо. Вот поведение работников, то есть мы проговорили про работодателя, про симулирование разнообразное, так вот, что касается работников, работники как должны реагировать на требования работодателя, на предложение пройти вакцинацию? Стоит ли увольняться, стоит ли возражать, насколько, как работник должен к этому относиться, как к законному требованию или как к незаконному? Нет, для работника, конечно, это законное требование. Но, опять же, все разъяснительная работа у нас. У нас утеряна вот этот момент, что у нас должна будет проводиться разъяснительная работа с работниками. Если будет проведена разъяснительная работа, если работникам объяснят, что, для чего, почему, какие последствия для предприятия, то есть объяснить же, ведь у нас работники общепита все правильно поняли, что если мы не привьемся, значит, предприятие закроет, мы не будем работать. Значит, мы должны искать новую работу. Выходим, ищем новую работу. Но этот сценарий никого не устраивает, поэтому, конечно же, работники нормально. Давайте посидим дома, выздоровеем, здоровые придем, сделаем прививку, получим QR-коды. И предприятие в дальнейшем продолжает работать. Мы обеспечиваем себя заработной платой, предприятие получает прибыль, платит налоги. Это разумная договоренность. Это самое разумное, что можно придумать и что есть. Поэтому в данном случае требования обоснованы. Они обоснованы современными реальными, современными требованиями государства, современными требованиями Роспотребнадзора, современными требованиями руководителя региона. А он у нас все равно законный источник власти в регионе. Поэтому тут нельзя не выполнять такие требования. Понятно. Теперь вопрос профилактики. Вот смотрите, есть уполномоченные органы, правильно я понимаю, которые отвечают за профилактику распространения коронавирусной инфекции. Во главе всех органов в этом направлении у нас Роспотребнадзор. Как относиться к тому, если где-то наши уважаемые телезрители видят, что управление Роспотребнадзора не выполняет свои какие-то функции, связанные с предотвращением распространения коронавирусной инфекции. Если, например, допускаются нарушения не только контролирующими надзорными органами, но если допускаются, например, нарушения медицинскими учреждениями. Какая должна быть реакция наших граждан на упущение в работе органов? Понятно, что есть в учреждениях простые граждане, про которых мы уже сейчас проговорили в одной из частей нашей программы. Но есть и другие органы и должностные лица, которые участвуют в борьбе с коронавирусной инфекцией и, к сожалению, не всегда справляются, не всегда правильно поступают, не всегда дорабатывают то, что необходимо сделать. Так вот, какова реакция наших граждан? Что должно происходить? Ну, наши граждане, я думаю, что мы уже неоднократно учили и уже, да, все примерно знают, да, порядок действий. У нас есть порядок обжалования, то есть у нас есть надзорные органы, которые осуществляют это, органы государственной власти, органы прокуратуры, правоохранительные органы. И при подаче туда жалобы там должностные лица определятся, кому подведутся на данное нарушение, кто осуществляет контроль и надзор за тем или иным нарушителем, так скажем, если вы считаете, что это нарушитель. И, значит, эта жалоба найдет, скажем, то должностное лицо, которое ее рассмотрит, проведет проверку и примет по ней решение. Но, опять же, хотелось бы указать о том, что в связи с тем, что такой объем, значит, у нас информации, значит, все-таки не злоупотребляет данным правом. Почему? Потому что загружать надзорные органы излишней информации, которая, может быть, содержит информацию, все-таки нужно отсеивать и где-то, может быть, почитать, проконсультироваться до подачи жалобы с какими-то людьми. Может быть, это будут ваши знакомые, друзья, все-таки есть нарушения или нет, чтобы не загружать излишней работы государственные органы. Потому что сейчас в период пандемии там точно так же часть людей находится на больничных, часть людей находится в изоляции, на удаленке. И не всегда весь коллектив на работе. Часть людей так же прививаются, поэтому надо, наверное, взаимно понимать друг друга, взаимно уважать и, наверное, приходить к какому-то консенсусу. А так, да, общий порядок обжалования. Ну и, как обычно, я задам вопрос и, надеюсь, услышать на него ответ, который я уже предполагаю. Стоит ли идти другим путем, не обжаловать с точки зрения закона, а пытаться силовым методом решать эти проблемы, которые возникают? Ну, каким-то иным, который не предусмотрен законом. Нет, Алексей, никаких споров, только необходимо исполнять. Если вы гражданин, есть определенные требования, на входе в торговый центр предъявить QR-код. Это не придумала охрана, это не придумала администрация центра. Они исполняют то, что им предписано. Значит, предписано нормативным актом. То же самое в ресторанах, то же самое в магазинах. Если предписано предъявлять, значит, нужно предъявлять. При этом еще у нас сейчас в настоящий момент нужно иметь документ, да, удостоверяющий личность. То есть, причем расширили список, то есть, именно содержащие фотографии и фамилии, имя, отчество. То есть, можно предъявить какие-то служебные удостоверения, пенсионные удостоверения, иные документы. Студенческий, я так понимаю, билет подходит. То есть, здесь наши граждане не ограничили, потому что не обязательно носить паспорт, да, то есть, как бы, потому что это документ, который, так скажем, должен долгое время храниться в надлежащем состоянии. Ну, и в медучреждениях тоже не скандалить, правильно? Конечно, тем более не скандалить медицинские учреждения. Как в одном фильме, да, то есть, врача обидеть, как дельфиненка убить. То есть, это ж, ну, вообще нельзя. Это люди, которые сейчас работают на износы. Их сократили уже до такой степени, что там скоро работать некто будет. Еще и бежать тех, которые остались, ну, наверное, совсем неправильно, а тако чувственно и, ну, беспардонно, наверное. Поэтому нет, ни в коем случае. Ну, и от вас, просто вот от простого, ну, как от гражданина, как от жителя нашей Мурманской области, как вы думаете, каким образом все-таки обеспечить профилактику заболевания коронавирусной инфекцией, кроме той, которая уже, я имею в виду, кроме той профилактики, которая идет на уровне федеральном, на уровне региональном с точки зрения вакцинации, ограничений и так далее и тому подобное. Что вы видите еще? Что можно было бы сделать? И как необходимо вести себя гражданам? Ну, прошел уже, да, сколько мы, год-полтора живем в этой пандемии. Мы все видим, что у нас заболевают люди, как правило, имеющие какие-то хронические заболевания. Как правило, хронические заболевания связаны с лишним весом, состоянием их сосудистых систем. Они, как правило, болеют, болеют тяжело, малоподвижные люди. Почему в возрасте, вот, очень много, да, людей возрастных, очень много пенсионеров болеют и тяжело болеют. Потому что это как раз из той категории малоподвижности, лишний вес, плохое питание, как правило, сказывается. Но это общие правила, это вот при общении с врачами, то есть они общие рекомендации. Хорошее питание, витамины, больше употреблять белка в пищу, вести здоровый образ жизни, лишний вес, бороться с ним. Потому что, понятно, у некоторых невозможно его победить, да, есть категории людей, которые невозможно победить лишний вес. Но бороться с ним, стремиться к его снижению, снизить калорийность за счет, там, каких-то быстрых углеводов, ввести, значит, в рацион больше белковой пищи. Следующее, это, конечно, омега-3 жиры. Они зимой нам очень необходимы. Вот эти жиросодержащие витамины, да, жиростворимые, они как раз сейчас в область зимы, нужно увеличить их прием, либо включить их в рацион. Но это все по согласованию с врачом, чтобы… Конечно, конечно, нужно прийти, сдать кровь, это обязательно, сдать кровь, обследоваться, в первую очередь, конечно, и здоровый образ жизни. Смотрите, у нас не ограничили посещение практически спортивных залов, фитнес-центров, спортивных клубов, бассейнов, QR-код, справка, либо, значит, иные документы, да, то есть у нас, я считаю, не ограничен. То есть, если человек не болеет, и у него нет противопоказаний, значит, он может посещать, тем самым он укрепляет свой иммунитет, тем самым он следит за своим здоровьем. У нас вообще не требуется никаких документов для посещения открытых площадок спортивных, и в городе больше, 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 больше становится. И то в городе, да, и в области, и в поселках даже, там, взять, там, в Мамашах, там, 2-3 площадки появилось, там, буквально за год. У нас есть лыжня, не одна причем в городе, да, у нас есть в долине уюта, у нас есть, значит, за восточной объездной дорогой. Не нужно никаких документов. Взяли лыжи и, пожалуйста, дышите свежим воздухом, разрабатывайте легкие, минимум общения с теми, от кого можно заразиться. Свежий воздух, больше, наверное, особо ничего организму не нужно. Поэтому в выходные дни побороть себя, побороть свой день, выйти и все выходные провести либо на лыжне, либо где-то, значит, на свежем воздухе. Спасибо, Валерий. Уважаемый телезритель, мне остается только сказать, будьте здоровы и до встречи в нашей программе в следующий вторник. Продолжение следует...